Но несмотря на пасмурную погоду, сегодня в столице Татарстана все же засияла рождественская радуга. Выставка с таким названием открылась в центре Ермитаж Казань. В экспозиции более 350 уникальных произведений искусства. Вышитые наряды, расписные зонты и подносы, богородская резьба и многое другое сделано вручную в единственном экземпляре. Прототип того, что стало подарком от Владимира Путина на свадьбу принца Уильяма с Кейт Миддлтон, увидела Маргарита Петрова. Своё название «Рождественская радуга» эта выставка получила не случайно. Здесь всё буквально переливается от камней на массивных украшениях до тончайших шёлковых тканей. Мастера используют десятки разнообразных техник. Чего только стоит вот этот зонт. Он сделан сразу в двух городах. Резная кость – это Санкт-Петербург, а вышивка по ткани – Москва. Этот зонт – городской романс, не просто вышивка. Мастер выдёргивала нити и так создавала узор. На ткани – максимальный простор для фантазии. Главное – заранее продумать композицию, нарисовать её на бумаге. Лишь после белоснежный шёлк можно наделять разноцветным дыханием. Так, что у зрителей захватывает дух от красоты. Анилиновые красители, которые дают возможность плавных переходов вливания одного цвета в цвет. Дополнительные эффекты дают соль и мочевина. Для того, чтобы краска не растекалась по ткани, применяются резервирующие составы разные, в разных техниках. Здесь состав на основе резинового клея. Или горячего воска, тогда линии будут толще. А эти переливы на платье сады Семирамиды написаны по влажной ткани. Впрочем, материал для творчества может быть любым. Непросты и серебряные украшения смотрят на зрителей драгоценными глазами. А богородские резчики по дереву обычным формам предпочитают сказочные сюжеты. Вот, например, как мыши кота хоронили. Все сокровища сделали студенты и выпускники Высшей школы народных искусств. Из разных российских городов эти драгоценности разлетелись по миру. Например, подобную шкатулку Владимир Путин дарил на свадьбу принца Вильяма и Кейт Миддлтон. Ну, вообще лаки, да, как художественные именно изделия, вообще зародились в Китае, им больше двух тысяч лет. А в нам, на Руси, в России, это при моде именно пришла с Петром, когда была мода на табак. То есть в табак хранили в табакерках. И первое производство вообще в России – это Федоскино. Тогда шкатулка могла стоить, как полдеревни. Сейчас – от 10 тысяч рублей. На папье-маше мастера наносят копии живописных шедевров. Вот, например, «Бурные волны» Айвазовского. А могут и сами сочинить. Сюжеты из жизни или былин. Такие легко узнать по меньшему количеству деталей на одежде. Чтобы цвета светились, как эта же ртица. Масляные краски облагораживают перламутром. Создание одного шедевра может занять до полугода. Восхититься блеском рождественской радуги в Казани можно до февраля. Маргарита Петрова, Алексей Алексеев, ТНВ, Казань.